Проблемы, отмечают бизнесмены, растут как снежный ком. Правда, и решаются многие вопросы достаточно оперативно. К примеру, благодаря подобному диалогу с властью, констатирует председатель торгово-промышленной палаты города, исчерпан проблемный вопрос предыдущего совета. Тогда предпринимателю волновала работа экскурсионных фирм, большая часть которых из-за многочисленных требований управления по курортному делу и туризму не могла полноценно вести свою деятельность. Сейчас мы уже приняли такое решение по поручению мэра. Мы будем готовить совместно с управлением по курортному делу и туризму уже новые, вносить новые изменения в те конкурсные требования, которые будут рассматриваться при проведении конкурса на следующий год. Я думаю, что там уже вопросов не будет. У нас этим занималась Ахтырская Наталья, она полностью подвела юридическую базу. Мэр согласился и нас поддержал. Вот так и будем работать дальше. К слову Вадима Левченко за поддержку и развитие малого бизнеса Анатолий Пахомов сегодня наградил почетным знаком за вклад в развитие города Сочи. Быть небезразличными в вопросах развития предпринимательства мэр призвал и все бизнес-сообщество курорта. Сочинским предпринимателям необходимо расти, быть активнее и брать дело в свои руки. Иначе возможностями круглогодичного курорта воспользуются другие, иногородние коммерсанты. А такие прецеденты уже есть. Наш бизнес пока еще, откровенно говоря, вот он привык лоткам сдавать в аренду, вот он никак не может отойти от этих лотков. Хотя лотки, они уже никакой роли не играют, даже экономической. Сегодня все-таки, вот мне кажется, и я готов с вами выйти на любую платформу, на любую площадку, для того, чтобы нашим предпринимателям и не предпринимателям, а просто молодым людям, начинающим или желающим завести свой бизнес, разъяснять, рассказывать и обучать. Вот это, наверное, нам придется делать, потому что они не берутся за бизнес совершенно. Чтобы выйти на качественно новый уровень, малому и среднему бизнесу предлагается и господдержка. Правда, пока программа субсидирования у предпринимателей спросом не пользуется. И это, несмотря на более чем привлекательные условия. Со своей стороны, муниципалитет в этом году выделил полтора миллиона для развития этой сферы. Ожидается финансирование из краевого и федерального бюджетов в размере 20,5 миллионов рублей.